Творческий конкурс «Миллениум» за три года уже успел стать настоящим брендом города над Бугом. За сравнительно короткий срок он обрел своих постоянных участников и с каждым разом привлекает все больше и больше новых исполнителей. Фестиваль уже называют аналогом Витебского славянского базара, хотя раньше в Беларуси он был единственным международным творческим фестом. В 2019 году праздник посетило порядка 30 тысяч зрителей, жителей и гостей города Бреста. Уже тогда стало понятно, что останавливаться на достигнутом не стоит, тем более, что уже в январе этого года прошедший фестиваль «Берестейский сани» показал, что брещане хотят праздника и проявили большую активность. За три дня новогоднее мероприятие стало местом душевного отдыха для порядка 150 тысяч человек. В 2019 году, когда Брест отмечал свое тысячелетие, мы думали, проходило очень много мероприятий, мы думали, ну какие же мероприятия останутся с нами навсегда. А хотелось, чтобы это были интересные мероприятия. И одно из мероприятий действительно осталось с нами с 2019 года. Тогда была разработана концепция творческого фестиваля, многожанрового конкурса такого, который назывался «Миллениум». Ну, в то время много было мероприятий, которые носили такое название «Миллениум». И вы знаете, этот фестиваль удался. Это считаем и мы, руководство, допустим, отдела культуры, руководство города. Это считают и участники фестиваля со всей нашей страны и из зарубежных стран. Те, которые приезжали и будут, я надеюсь, приедут на этот фестиваль в этом году, наш фестиваль «Миллениум». Для того, чтобы рассказать о концепции фестиваля в Брестском городском исполнительном комитете, была проведена тематическая конференция. На вопросы журналистов отвечали заместитель председателя и начальник отдела культуры горосполкома Виталий Щерба и Светлана Семашко, а также директор общества с ограниченной ответственностью фестиваля «Бай» Александр Лавринович. Долгожданное изменение в проведении творческого конкурса – частичный выход из онлайн-формата, в котором он проводился в течение двух последних лет. Наконец-то исполнители смогут выступать перед реальной публикой. В нынешнем году мероприятия в рамках «Миллениума» состоятся как в концертных залах, так и в исторически значимых местах, что соответствует концепции, выбранной президентом Беларуси Александром Лукашенко объявить 2022 годом исторической памяти. «Перешний век – век информационных технологий, когда огромное количество информации находится в сети интернет. Мне кажется, форма онлайн-участия, она обязана присутствовать, несмотря на вирусные либо невирусные ограничения. Эта форма очень удачна и актуальна, и я думаю, что она будет присутствовать в фестивале «Миллениум» всегда. Город Брест является памятником исторического наследия нашей страны, и, соответственно, фестиваль «Миллениум» как никогда приходится кстати и пройдет под эгидой именно года исторической памяти». «Хочется отметить, что город Брест является основополагающей частью культуры нашей страны, в том числе и историческая память у нас тоже четко проявляется, в том числе у стен нашей героической Брестской крепости. И немаловажно, наверное, будет то, что все участники конкурса смогут посетить это знаковое место не только для горожан и нашей страны, но и в целом, в том числе и для наших соседей». Подать заявку на участие в фестивале конкурсе могут все желающие в возрасте от 3 лет и старше, заполнив электронную форму на сайте www.3wfestivali.by до 31 марта 2022 года. Александр Богданович, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.